книга открытым оком тема русская православная церковь том 9 вопрос 2268 те которые отделились от митрополита лавра они как теперь живут знали ли вы кого из них раньше какая основная черта ушедших и чего они добиваются отвечает игнатий тихонович лапкин знал и люди эти живы почти все ревностные и умные вот пишущий и издающий книги алферов отец тимофей с братом дионисием ставшим после этого и епископом у них 107 207 индекс москва улица байкальская дом 30 корпус 3 квартира 34 издает газету православное обозрение симаков алексей юрьевич 190 143 индекс санкт-петербург почтовое отделение 121 абонентский ящик 813 или 190 143 санкт-петербург почтовое отделение 143 абонентский ящик 11 до этого раздела переписывались с ними вполне добрые отношения были и как только раскол наметился то они вдруг и совершенно отрезали и мне ни одного письма больше не написали это общая поповская болезнь расставаться без выяснения причин и кроме газет или книги присланы никогда ни строчки не припишут своей поповской рукой есть и настоящий писатель почти мемуарист о вождях белого движения и описатели шишкове черкасов георгиевский индекс 105 205 москва улица бауманская 38 квартира 25 характерная черта их необоснованность своих действий на слове божием да и слабое знание библии почти у всех наклейка ярлыков и непримиримость между собой как пример сказанному прочту вам одно из последних моих писем черкасова мир вам владимир георгиевич судя по вашим письмам вам катастрофически не хватает самого элементарного мира так необходимого для правильного разумения вещей и для нормального пищеварения вы одиноки ужасно и в жизни и в рассуждениях и это от лютой обозленности и желчности на всех и вся перечитал несколько раз ваши письма и так хочется обнять вас приголубить непрекаянного и крикливого бестолку вам бы побольше работать на даче на свежем воздухе посидеть за библией года три с половиной и тогда туман ядовитости начал бы сползать с вас я ведь не отвечал подробно на ваши реплики только и единственно потому что жалел вас а вы возомнили что вы стратег великий стратег и можете вешать эпитеты даже на высокопреосвященных хотя многое от вас сокрыто 1 коринфянам 2 14 15 душевный человек не принимает того что от духа божия потому что он почитает это безумие и не может разуметь потому что а всем надо бы насудить и духовно но духовный судит о всем а о нем судить никто не может писательский талант подтолкнул вас придумывать по вашему мнению весьма умные и оскорбительные хлесткие для инакомыслящих слова и играя слово образованием вы от лавра производите лавро и у лавра иуда лавроид вопрос очевидно сеноем гуманоид то есть кто не с вами те уж братья чертям сказать лавризм не звучит дай-ка я еще круче подъет тоже это достойно слез и сожаления переставляя буквы в именах вы похожи на жителей заведения с завязанными назади руками где на валенке женятся вместо марк вы ум напишите везде мрак вместо лавр врал глупо чего стоит ваша переписка с вашим чего стоит ваша переписка приписка к вашим изысканиям о положении в церкви но уже в мой адрес а ведь я вам не враг и вы были в гостях и в том убедились цитата мир вам игнатий тихонович спасибо за присланные газетные вырезки говорите вы все складно но однако в нью-йорке на ваши слова плюют имею вашу книжку церковь свобода тюрьма купил на берсеневке вот вы мне не подарили как я дарил вам свои книги бесплатно писатели настоящие так не поступают ну я не обижаюсь спаси христос в черкасов георгиевский 14 мая 2004 год день приезда вашей делегации лавра иудов и мпшников в москву подчеркивание ваши уразумел поясню на наши вывески из газет вы не можете ничего сказать а это не просто вывески оппозиция наша отображенная в десятилетиях нашей бескомпромиссной борьбы со злом московской патриархии эти вывески из времен тоталитарного режима но и это не остановило вас чтобы не легнуть и не плюнуть смачно в мою сторону зачем повторяю что я не с московской патриархией вопросах отступления от писания от канона в церкви но раз в этом вы нашли безупречной нашу позицию тогда вы чита нью-йоркские плевки все равно направили на мою вотчину а зря вам бы искать сочувствующих приобретать соратников но вы как отчаявшийся у мачты с обломанной шпагой и там перегрызлись и уйдете в никуда что я вам уже тогда говорил кто особенно рьяна поносит московскую патриархию они туда и сваливаются это пока необъяснимое явление но работает без сбоя как на олеге стеняеве и ему подобных даже владимира русак зацепился за этот крюк одарение книг вы мне подарили только одну книгу подарили сами я даже и не знал что вы писатель и по этой книге я тут же прочитав ее сделал вам замечание что эти книги ваши выдумка вы ответили цитата но я должен же чем-то жить мне же и питаться нужно этот разговор был у отца иоакима за столом ваша книга мне и не нужна вы сами мне ее дали но я благодарен вам хотя книга это совершенно мне и не нужна и пользы от нее вряд ли кому а вернее никакой наши книги все 16 в интернете на двух сайтах и уже и уже вошло в них более 5000 человек со всех континентов и ни одного возражения хотя там есть гостевая книга почтовый ящик это и вам было бы очень и весьма полезно прочитать там ответ на 2200 вопросов и очень много именно по вопросу объединения но не на лавро иудах основана а на библии на канонах церкви на святых отцах на житиях святых это вам не писательские бредни и высасывание из пальца глупостей 1 иоанна 5 17 всякая неправда есть грех если бы воскрес тот про кого вы пишете любой вождь греховного белого движения он бы только посмеялся над вашими выдумками и сказал бы ничего этого в моей жизни не было володенька экклесиаст 1 15 кривое не может это сделаться прямым и чего нет того нельзя считать я хотя и пошел на большой риск вразумляя вас но в душе у себя имею голос что вам это уже не поможет не выправитесь вы а так и будете жить в выдуманном мире туманных грез в виртуальных заскоках на ненависти и лжи евангелие то она 844 он лжец и отец лжи говорите вы про настоящих писателей которые дарят книги но я во-первых не писатель тем более настоящий это было бы для меня страшным поражением я проповедник православный и таковым уже являюсь сорок второй год по великой милости своего великого бога иеговы сколько я раздарил книг говорить ли только за вот эти два дня я подарил около 10 книг и каких книг новый завет столкованием который в трех томах в твердом переплете по семьсот пятьдесят две страницы том со ста четырьмя ирюстляц и иллюстрациями густава даре только один комплект стоит 450 рублей и вот только сегодня еще подарил четыре комплекта нового завета по три тома каждый комплект и для слова божия нет уз к истинному православию церковь свобода тюрьма во вторых вы не здесь а в москве вавилоне живете а если бы были здесь то конечно же в тот же день подарил бы но и это дело поправимая книга проповедей в стихах не стихов на прилавке 50 рублей и я высылаю вам эти 50 рублей чтобы вы внесли в реестр даренных книг эту книжку и это вовсе не для того чтобы примкнуть к обычаю настоящих писателей не вздумайте мне эти деньги возвращать для чего же тогда бы и писать мне явите смирение и не иршитесь попусту от матфея 5 глава 46 48 ибо если вы будете любить любящих вас какая вам награда не тоже ли делают и мытари если вы приветствуете только братьев ваших что особенно делаете не так же ли поступают и язычникой и так будьте совершенные как совершен отец ваш небесный евангелие от луки 14 12 14 сказал же и позвавшему его когда делаешь обед или ужин не зови друзей твоих не братьев твоих не родственников твоих не соседей богатых чтобы и они тебя когда не позвали и не получил ты воздаяния но когда делаешь пир зови нищих у вечных хромых слепых и блажен будешь что они не могут воздать тебе ибо воздастся тебе в воскресенье праведных вы мне приходите с ваяком в четвертом колени родственные чувства должны тоже играть свою роль при пощаде обидевшего тебя простите если вы затаили обиду на меня и на брата моего кроткого живущего не в мегаполисе и считающего что труженик сельского хозяйства самый нужный а потом уж портной и затем строитель писатель же стоит в самом конце за похлебкой с вылизанной миской за подачкой от труженика земли наилучших вам благ и тихой и мирной кончины для упокоения в царстве божием за митрополита виталия молюсь каждый день он мне очень дорог а бабу ту людмилу дмитриевну леснянскую и допускать не следовало к нему тем более держать при себе ему монаху митрополиту виталия уже 93 года и какую же совесть нужно иметь тем кто им играет от его имени документы издают издеваются над стариком лиходей я с ним жил в 1992 году он через пять минут уже тогда тебя спрашивал в 10 раз а ты кто он мирно отошел от дел но аферисты и карьеристы бессовестно вытащили его полумертвого и лгут про избиение его и прочую муть несут осталось только его с головой как главой климента римского благословляет россии это не впервые житие святого мефодия память 11 мая главой климента римского благословляли еще и в россии житие святого константина память 5 июня был возведен на кафедру благословенный главой климента римского 1155 по 58 годы игнатий 4 июня 2004 год а самом же черкасове владимире пишет отец андрей кастанец цитата ты пишешь интересные но злые и не христианские вещи твоя деятельность не созидает а разрушает даже то что еще осталось от православия желаю тебе перейти от бездумного осуждения и издевательства над чужой немощью действие которое кстати вселенский собор определил как скуда умная перейти от действия которое вредно прежде всего тебе самому а к конструктивному и глубокому изучению истории происходящего и православного а не примитивно ругательного обличения это то знание которое дает силу и на которое в конце концов обратят внимание не только злые ругатели паразитирующие на внутренние слабости современного православия а те кто хотят помочь и делу исправить а не повредить на это черкасов пишет вы батюшка уже не первый кто оценивал приблизительно в таком же ключе мою деятельность и желал мне православного а не примитивно ругательного обличения не случайно совпало что именно вчера мне позвонил один из высокопоставленных весьма авторитетных людей нашей рпцз скобках в виталии и тоже высказал упрек по форме моих полемических статей в этом же плане мне уже делали замечания и другие уважаемые мною духовные лица из витальевцев в том уверяет и ваша публикация все происходящее означает что наши епископы забывают что кроме прав у них есть и обязанности все происходящее означает что наши епископы находятся в ошибке превышая свою власть в вопросах веры поэтому мы клирики обязаны твердо указать им на их ошибку иначе они никогда они даже не задумаются первоклашку любящий учитель буковки пусть учит выводить не гнездился б в писаре мучитель кляузой доносом не вредить на двое все в мире по желанию можно приспособить и затаять жить для горнего поднявши выше планку или утонуть в вине в угаре буквы при своем расположении поменялись вместо да вдруг ад призывают в смертный бой к сражению будут восхвалять или ругать или отрицанием опровергнут троицу святую и христа сделают замшелым старовером и замкнут на проповедь уста смысл какой от словосочетания нам насыплют в оба полушария почерк неразборчив пьяное шатание кто мозги на сковородке жарит приучите ручки так держать заострить на мудрость карандашик чтобы буковки ни время ни наждак не истерли благодарность скажут научите правильно стирать лживая придать огну огню резинки все обиды бывшие вчера перемрут замерзшую личинкой сердцем и очищенным умом научите буквы выводить пусть не в каждом классе соломон только нам и ут не наплодить цель поставьте с первого урока духом божьим мысль на предложение всем к ногам апостолов пророков приучите буковок движения 9 июня 2004 год игнатий лапкин